Это зеркало жизни и тема нашей сегодняшней программы «Перекрёстки судьбы». Как часто мы слышим в стенании, что женщина перестала следовать за мужчиной, всеми силами помогая делать ему карьеру. Когда же говорят, что женщина отказалась от собственной карьеры ради супруга, то представляется измученная, затюканная домашними делами домохозяйка. Этакая жертва. Но, во всяком правиле, есть исключения. Не всякий человек, много лет усердным трудом зарабатывающий в себе благополучие, выстраивающий карьеру по достижении всего этого, решается на карьерные изменения. Поверьте, игра стоит свеч. И сегодня мы с удовольствием представляем вам обаятельную женщину, сделавшую самый первый конкурс красоты в России. Она сменила своё занятие, стала продюсером и на новом поприще нашла своё счастье. Марина Парусникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и также народный артист России, Украины, композитор Александр Морозов. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот действительно, сначала у нас был сюжет о служебных романах, потом мы говорили о перекрёстках судьбы. Я так понимаю, что сегодня мы будем говорить о вашем перекрёстке судьбы, но прежде давайте посмотрим сюжет. Надо сказать, что перекрёстки судьбы – это название одной из ваших песен, да? Да. Так что у нас программа сегодня в кавычках. Смотрим сюжет. Он популярнейший и всеми любимый композитор-песенник, певец, народный артист России, Молдовы и Украины. Она – журналист, топ-модель, женщина, сделавшая самый первый конкурс красоты в истории России. Впрочем, Александр Морозов и Марина Парусникова в особом представлении, наверное, не нуждаются. История их знакомства уходит корнями ещё в начало 80-х. Именно тогда, на Олимпиаде в Москве, 18-летняя Марина встретилась со Светланой Морозовой, младшей сестрой Александра. Обе девушки работали в группе награждения чемпионов и сильно подружились. Светлана часто и много рассказывала Марине о своём тогда уже популярном брате, а брату – о лучшей подруге. Мы ещё не были лично знакомы, знали просто о существовании друг друга. Нашим связующим звеном была Света. Поскольку я знал, что Марина уже подруга моей сестры, она достаточно быстро делала карьеру свою в московском комсомольце. Да, в силу того, что я была журналистом, конечно, я знала, что происходит с Сашиной судьбе. Как-то я знала, что делается у Саши, а Саша, в общем, так тоже. Мы знали о существовании друг друга, смотрели и следили за успехами каждого. Заочно. Заочно, да. Далее, разумеется, последовало личное знакомство, а за ним и зарождение взаимной симпатии и даже тайной любви, как называет её Морозов. Но на тот момент Александр был уже женат, имел двоих детей, поэтому помыслить о разрыве с нынешней женой в пользу иной женщины он даже не мог. Марина тоже вышла замуж, родила дочь и занималась стремительно развивающейся карьерой. А в 90-е годы, по-моему, уже когда Марина работала на телевидении, она стала меня приглашать в свои программы уже на правах того, что мы знакомы. Ну и что, греха-то, несмотря на то, что у нас были свои семьи, я когда приходил на программы, Марина, я чувствовал вот какое-то вот, что волна какая-то у меня, вот чувствовал симпатию человека, что она меня понимает. Она как творческий человек, она меня чувствует, что я не чувствовал, допустим, у себя в семье предыдущей. Творческие люди, они вряд ли могут иметь вторую половину, ну, нетворческую, да, то есть умом, я, например, я 20 лет, больше 20 лет жила с мужем, весьма интеллигентным, умным человеком, но человеком из другой, все-таки, так сказать, области. И поэтому происходило следующее, что я занимаюсь своим делом, он занимается своим, и мы встречаемся в доме, и пытаемся, причем так, серьезно пытаемся изобразить хорошую семью. Получилось, что я раньше Марина остался один, со своим старшим сыном, кстати. Оставив прежнюю супругу, в одиночестве Александр Сергеевич находился около года. Включив однажды телевизор, как говорится, в нужное время на нужном канале, он увидел программу «Топ-топ-модель», которую вела Марина. Морозов внезапно понял, что ему нужно ее разыскать. И разыскал. И получилось так, что мы объединились в начале, больше даже в надежде сотрудничать. Марина по своему внутреннему призванию организатор. В последнее время она работала в модельном бизнесе на руководящих должностях. Индустрия красоты была делом всей ее жизни. К сотрудничеству с Александром Морозовым подвигла необходимость организовать его большую концертную программу в Государственном Кремлевском дворце. Нам было не до наших личных отношений. У нас была конкретная задача сделать юбилей в Кремлевском дворце. Пять с половиной тысяч народу надо было обеспечить рекламу. И мы настолько погрузились в эту работу, что мы даже и не думали о каких-то серьезных. А в процессе, вот в этой подготовке, после того, как программа прошла, и мы вдруг поняли, что она может быть друг без друга и никак. То есть мы не представляем себя. Очень символично, что программа называлась «А жизнь продолжается». Такое удовольствие от этого успеха, что нам захотелось просто разделить этот успех вместе и разделить во всем. Да, и в сексе, и в дальнейшей жизни, и в любви, и в отдыхе. Как из сосуда в сосуд мы переливали наши чувства, вот это все замешалось. И получилось очень такой хороший, хороший такой коктейль здоровый, без которого нам уже просто некомфортно было дальше существовать. И дети как-то буквально через месяца 3-4 очень так потихонечку, робко-робко, ну, стали привыкать. Я очень хорошо отнеслась, что папа встретил такую замечательную женщину, как Марина. Мне очень приятно, что очень многие наши знакомые и очень многие просто даже люди со стороны говорят, что я похожа на Марину. И очень многие считают, что я ее дочка, а Марина моя мама. Ну, это, наверное, не случайно. А я всегда маме говорила, что я знаю, что Александр Сергеевич очень талантливый человек и добрый, и действительно, который любит мою маму. И я одобряю ее выбор и практически люблю его как-то. Одним словом, если можно сказать, что Марина, наверное, это муза Александра Сергеевича. Мне кажется, это те редкие союзы, на которые действительно многие равняются. Здесь как бы и творческий союз, и такой жизненный очень совместился. Мы как бы просто дополнили друг друга. Благодаря вот ее продюсерскому таланту у меня как-то дела пошли. Потому что я с собой не занимался, я писал просто музыку и все. А Марина стала организовывать весь этот процесс. Для того, чтобы чувства между Мариной и Александром обрели серьезные формы, потребовалось 20 лет. И сегодня они уже два года как законные супруги. Марина ради моей музыки бросила, в общем-то, свою карьеру. Перешла из шоу-бизнеса модельного, стала продюсировать композитора. Она и не могла и предположить этого. Ну, я иногда вспоминаю, конечно, и о выставках, подиум-экспо, которые я проводила, и о конкурсах красоты. Но я прекрасно понимаю, что там есть высокие профессионалы, мои друзья. И я не бросила этот бизнес, я их просто передала в надежные руки. А то, что я делаю с Сашей, это уже моя судьба и моя жизнь. Это жизнь всей нашей семьи и наших детей. Ну, как бы, я выбрала эту судьбу, и я отвечаю теперь за эту судьбу и, наверное, за всю семью вместе с Сашей. Перекрёстки судьбы, так называют сегодняшние наши передачи. И мы говорим о том, можно ли поменять свою жизнь, нужно ли её менять и стоит ли рисковать, когда уже есть какая-то база. Я, на самом деле, хотела начать с самого начала. Вот мы готовились к передаче, разговаривали с Мариной, и она рассказывала о том, что действительно у неё... Она была во главе огромного, по-моему, даже концерна, связанного с модельным бизнесом. Да, Марин, расскажите, вот чего вы достигли того, как вы решили заняться продюсированием Саши? Ну, сложно сказать, чего я достигла. Я никогда не задумывалась об этом. Да, я провела первый конкурс красоты тогда в Советском Союзе. Это был 88-й год, и мы выбрали Машу Калинину. Ну, а в дальнейшем я постоянно занималась моделями организации выставки «Подиум-экспо». Не так давно прошло две выставки. Это 2001 год, 2002 в Манеже. Манеж, к сожалению, сгорел. Но он как раз и был местом проведения вот этих огромных выставок, которые собирали весь моделинг и фэшн России. К нам приезжали гости и из Италии. Она уже была признана и за рубежом, эта выставка. Но в 2002 году вот перекрёсток был очередной пройден, или наоборот не пройден. Поворот был сделан. Поворот, да, был сделан. Я просто помогла Саше. Мы были хорошими друзьями и просто помогла в организации юбилейного концерта. 55-летие у Саши было. Концерт назывался «Жизнь продолжается». Не было ещё тогда планов, вернее, не было ощущения, что так сильно изменится Ваша жизнь, Александр? Нет, конечно. То есть сначала Вы на почве просто деловых каких-то отношений начали работать вместе, да, общаться? Вы так говорите, просто помогала организовать. Нет, правда, это не было связано. Не совсем так. Просто к тому времени, когда я разыскал снова уже Марину, я был один, уже год жил без семьи. То есть так сложилась моя жизнь, что я понял, что мне, чтобы существовать как автору, чтобы я мог в хорошем смысле слова делать то, что я считаю нужным, общаться с поэтами, сколько хочу писать в любое время, и не быть связанным какими-то бытовыми обстоятельствами. Хотя я всегда хорошо относился ко всем своим, в общем-то, и детям, и семье, и всё старался делать, но это очень многое отвлекало сил. И вот когда я прожил один, я понял, что мне именно... Одному-то тоже, в общем, не легко. Одному некомфортно, чтобы и так было тяжело, и одному не очень комфортно. Я просто не мог понять для себя, уже оставив позади несколько семей, и я не мог понять, какая же мне всё-таки женщина нужна, что, может быть, я такой плохой, что я не могу быть вот таким, каким меня хотят видеть. И я вдруг увидел, включил телевизор, программу, где была главной героиней Марина, и сразу во мне что-то такое всё сколыхнулось, вся наше давнее знакомство, потому что уже как вот из сюжета было понятно, что о существовании Марины я знал с 80-го года, с Олимпиады, когда она смогла... То есть мы бы могли прожить жизнь в 25 лет, это была бы серебряная свадьба. У нас бы могла быть сегодня уже серебряная свадьба. Ну, Александр, Марина сказала, что её супруг, да, вот предыдущий, у него был совершенно другой бизнес. А вот ваши жёны, они вам помогали в музыкальном каком-то вашем творчестве? Или у них тоже была другая какая-то стезя? Ну, во всяком случае, вот если говорить о последнем моём браке, там было с этим делом сложнее, потому что как раз у нас и были очень часто на этой почве разногласия, что мы не понимали друг друга вот в той степени, которая могла бы позволить нормально существовать, как творческой личности мне. Потому что с поэтом можно незаметно провести 5-6 часов, а когда у женщины запрограммировано какое-то другое мероприятие, и она не может вот это прекратить, она, если этого не понимает, она начинает нервничать, она начинает, может быть, дерзко отвечать. И всё время это как-то такой дискомфорт внутри был. Сбивает свою сферу. Да, да, да. И это, может быть, даже, наверное, неправильно упрекать этого человека, просто человеку не дано это. Вот. Ну, вот сейчас у вас как бы общее дело, да? Вы не боитесь, что вам станет скоро скучно? Потому что обычно говорят, если муж и жена занимаются какими-то разными делами, они привносят, ну, я не знаю, свежий ветер друг для друга, да? А если всё время один общий проект? Я так понимаю, что всё равно вы занимаетесь разными вещами, потому что Марина занимается административными какими-то, организационными, да, вещами. Ну, я вам могу сказать, что здесь уже очень сложно провести границу, потому что сложно сказать организационные, финансовые и творческие. Потому что Саша всё время советуется в отношении музыкального материала. Я являюсь первой слушательницей. Даже первой исполнительницей многих песен. Ну, про себя, правда, так вот. Напевает, она же присутствует в процессе рождения новой песни. И, конечно же... Да я даже могу сказать, я раскрою, кстати, тайну. Иногда вот мне по ночам звонит Сашин очень хороший друг и партнёр, Антолий Поперечный, с которым у него написано бесконечное количество песен, «Домик, окнами, сад», «Душа болит», «Ахмама, маминка», ну, масса. И... И малиновый звон, конечно. И, конечно, малиновый звон. И говорит мне так, Марин, давай я тебя прочитаю, а ты скажешь, я говорю, нет, Толя, я не могу, это слишком ответственно. Он говорит, ну, мне хочется, чтобы ты послушала. Я с ними очень подружилась, потому что я всё-таки журналист и творческий человек. И мне очень интересно, я не могу сказать, то ли это там не то или плохо, я только могу сказать, что... Ну, ты знаешь, по-моему, вот он сейчас немножко в другом состоянии находится. Ну, хочешь, прочитай. У нас сейчас просто будет небольшая пауза, я, к сожалению, вас прерываю, но мы вернёмся в студию через несколько минут и продолжим разговор. Это по-прежнему «Зеркало жизни», тема нашей сегодняшней программы «Перекрёстки судьбы». У нас в гостях сегодня два человека, которые мало того, что живут вместе, они работают вместе, растят детей, дарят нам радости, вам, ну, в общем, всем. Поэтому я предлагаю вам присоединиться к нашему разговору. Наш телефон 775-43-90, код Москвы 095. Мы сейчас говорили о том, что когда вы, наконец, обрели... Продолжение следует... Продолжение следует...